дорогие друзья всем всем привет сегодня мы отправляемся в замок лихтенштайна это довольно далеко от тех мест где живет моя дочка но это того стоило потому что очень красивый замок и очень красивая местность где это находится смотрите осень какая красивая осень и вообще округа очень красивая вот это вот мы приехали поставили машину на стоянку и подходим к этому замку но получается так что мы опять не взяли экскурсию потому что по незнанию языка мы экскурсии не брали потому что все экскурсии на немецком языке конечно мы могли бы пойти потому что дочка уже вполне нормально разговаривать на немецком языке но это некрасиво знаете перепевать экскурсовода получается и переводить потому что народу вовнутрь вот вот этого замка заходило довольно много и я надеюсь что будет у нас еще такая возможность и мы обязательно посетим и внутрь экскурсии внутрь замка смотрите замок находится на горе внизу находится город а вот и вот такая вот красота видите получается во во дворе этого замка ну получается это как видите это получается знаете как земля этого замка в округе вот пошел экскурсовод и сейчас все люди кто купил экскурсию сейчас они все зайдут вовнутрь а мы пойдем фотографироваться фотографироваться вокруг этого замка и наблюдать окрестности я представляю как здесь очень красиво летом дочка моя снимает замок она здесь уже конечно не первый раз вот но ей она говорит я с удовольствием буду приезжать еще и еще потому что ей очень нравится окрестности правда по городу мы не погуляли поэтому но зато после этого замка мы поехали в пещеру погуляли по пещере очень много времени ушло на дорогу получается здесь замки мы пробыли какое-то время и в пещере мы пробили пробыли какое-то время и приехали домой довольно поздно но вы знаете хочу сказать что довольно много было людей с украины наверно беженцы пока сидят на обеспечении наверно джоп-центра пока учат язык они вот занимаются экскурсиями ездят рассматривают германию потому что для того чтобы найти работу германии ты должен обязательно выучить сначала язык чем и занимается моя дочь окружности конечно очень красивая очень и городок находите смотрите между двумя горами леса там тоже просто великолепные воздух просто знаете не сравнится с нашим одесским воздухом особенно возле нашего дома где проходят две такие магистральные дороги скалы очень красивые очень высоко это этот замок на кого находится мы туда довольно знаете тяжело это было подниматься в горку ну здесь уже дети порадовались полазили по всем этим закоулочком по всем лесенкам а я любовалась видами здесь мы познакомились с одной семьей тоже с украины но они довольно далеко тоже живут от этого замка и тоже добирались очень как говорится долго времени чтобы посмотреть всю эту красоту люди гуляют смотрите не только в самом замке но и видите в окрестностях мы тоже пойдем вот туда вот да у них вот эта сфера очень развита сфера экскурсии путешествий я просто наслаждалась потому что вот эта пора очень красивая осень смотрите разноцветные деревья разных цветов зеленые желтые красные какие хотите очень много сосен и от этих деревьев очень был знаете такой приятный приятный аромат аромат осени это мы уже пошли гулять по окрестностям вблизи этого замка небольшой лесочек я хотела пойти туда погулять но мне не разрешили сказали мама не спеши мы еще сходим обязательно в лес поэтому мне пришлось послушаться дальше я ходила рассматривала деревья и рассматривала друзьям мох мог для орхидеи говорила что наберу себе кусочек дайте мха и отвезу в одессу . строго-настрого запретила сказала ни в коем случае чтоб тебя на границе не затормозили поэтому к сожалению ничего не привезла хотя мха там довольно много это уже другая локация из этой локации мы и наблюдали но можно сказать издалека этот замок вот мох который я обязательно должна была пощупать потрогать понюхать и вам девочки показать какой там растет мох вообще природа просто великолепная просто великолепная природа смотрите как этот замок смотрится издалека на все настолько ухоженно настолько чистенько просто удивляется удивляться можно и никто друзья вот все вот эти туристы которые вы там видели никто не мусорит все культурно себя ведут надеюсь у нас в украине тоже когда-нибудь настанут такие времена что люди будут соблюдать все правила общение между собой и культуру поведения это мы уже находимся в пещере про ту пещеру которой я говорила что мы поехали в пещеру называется медвежья пещера здесь в этой пещере даже хранится несколько бочек вина по дороге мы там обязательно увидим это вино эти бочки с вином но мы шли конечно по тропе которая разрешена который идут все а туристы по этой тропе и мы прогуливались довольно так знаете сыра в этой пещере влажно очень и такие камни вот знаете никогда раньше не было ни в каких пещерах и меня вот эти вот камни очень поразили сашка мой внук покривлялся немножечко ну в общем снимала я как вы заметили все подряд потому что мне было все интересно и мне очень хотелось с этим поделиться и с вами друзья потому что такая возможность к сожалению сейчас наше время не каждому доступна вот опять же мог мог обязательно надо подойти посмотреть поближе и потрогать я же такой человек что мне надо обязательно потрогать ну довольно знаете такие съемки темновато там был такой полумрак поэтому съемки такие вот видите темненькие но там дальше будет очень красивая подсветка вот и там с этой подсветкой мы очень много сделали разных фотографий такой знаете довольно приличный путь наверно минут 30 мы шли по этой пещере я конечно старалась поснимать но все же все равно не выложишь потому что получается очень очень длинные видео и я смотрю что еще и не очень ты и всем интересно хотя я люблю такие вот видео смотреть путешествие не знаю почему другим людям не интересно ну себе на память я оставлю все эти видео будут будут храниться на этом канале и на канале сиропчик там я тоже вставляю все эти видео и в дальнейшем можно всегда будет пересмотреть особенно на большом экране мы пересматриваем эти видео смотрите вот эти бочки с вином они здесь должны привод определенной температуре они хранятся определенное количество времени и потом их только разливают по бутылкам даже лавочка есть для тех кто для тех кому тяжело идти вот можно присесть было и отдохнуть такая довольно знаете не маленькая пещерка вот здесь к сожалению отломан вот этот кусочек видите как они называются сталактиды по моему до который вот друг другу тянутся а такие вот потрогаешь эти камушки они вот мокрые от влажности они довольно такие мокрые потому что там довольно очень очень влажно вот там он дальше уже начинается такая красивая подсветка здесь очень большое пространство поэтому тут освещали подсвечивали разными такими знаете огоньками разная была подсветка разных цветов сашка точно такой же как и я должен подойти все потрогать везде даже обрезал один камушек попробовал говорю на вкус ну как вкусный это такой солоноватый вот так вот друзья даже на вкус пробовать видите тут зеленая там была такая сиреневая подсветочка да тут зеленого голубая такая очень красивая вот там где подсвечивают именно белые лампы там растет мох потолок такой очень такой знаете своеобразная в этой пещере за нами никто не наблюдал никто нас не провожал это ты покупаешь билетики и проходишь этот путь самостоятельно там впереди нашли люди сзади нашли люди довольно много было знаете желающих посмотреть эту пещеру поэтому у нас был такой знаете насыщенный день друзья видео подходит концу потому что в конце этой пещеры видео заканчивается поэтому я заранее прошу вас если вам видео понравилось обязательно поддержите канал поставьте пальчик вверх и если вам есть что спросить обязательно спрашивайте под видео в комментариях я с удовольствием с вами пообщаюсь я постепенно озвучиваю видео постепенно и буду выкладывать у вас знаете две недели отдыха было неделя была такая насыщенная а потом неделя уже такая более-менее приземленная потому что были каникулы старший внука не ходил в школу младший не ходил в садик поэтому у нас была возможность вот это поездить и попутешествовать на второй неделе в общем младший пошел в садик старший уже пошел в школу и и у дочки начались курсы немецкого языка поэтому мы уже знаете так больше проводили времени в этом городке и ходили гуляли по городку вот по лесу и занимались домашним хозяйством поэтому все такие знаете видео это все с первой недели отдыха во второй неделе уже не сильно было что снимать ну прогулка там будет по массенбах массенбах и массенбах хаус два вот этих поселка рядом друг с другом находятся поэтому мы там между ними гуляли наверное следующее будет это видео ну все дорогие друзья я заканчиваю свою озвучку и свое видео заканчивается у меня поэтому с буду с вами прощаться вот желаю вам всего самого-самого хорошего берегите себя и мирного вам неба над головой чтобы у вас всегда все было хорошо и вы смогли вот так вот поездить попутешествовать хотя некоторые люди могут и сейчас путешествовать и раньше путешествовали и надеюсь и в будущем будут путешествовать все друзья всем пока пока до следующих видео удачи удачи